Дирбент Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии и услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проекта в выбранном ходе конкурса должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические связи. Чтобы принять участие в конкурсе муниципальному образованию, необходимо подать на рассмотрение конкурсной комиссии проект создания комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования, площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий. В нем могут участвовать малые города и исторические поселения, в которых живет до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Призовой фонд конкурса составляет 5 миллиардов рублей. 80 победителей получают субсидии в размере от 30 до 100 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства. Дербент представил проект номинации «Исторические поселения» под названием «Борота Магала». Проект благоустройства улицы Рзаева. На эти цели город получит 44 миллиона рублей. В 2018 году городу Дербенту по результатам конкурсов номинации «Исторические поселения» выделили 50 миллионов рублей на благоустройство исторической части города – Магалов. Также на реализацию проекта в бюджете города предусмотрено 5 миллионов рублей. Критерии оценки проектов номинантов были обозначены сразу. Во-первых, это степень и разнообразие формы участия и вовлечение граждан и общественности на всех этапах проекта. Восстановление и сохранение историко-градостроительной и природной среды. Доля привлеченных вне бюджетных средств. Экономический эффект проекта. Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления предпринимательской деятельности. Ну и, конечно же, востребованность проекта жителями и туристами. По сравнению с 2018 годом география финалистов конкурса лучших проектов, создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях значительно расширилась. В списке появились 20 новых субъектов. В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах. Этот конкурс – один из главных и ключевых в нашей стране. Два года назад он начал реализовываться по поручению президента России Владимира Путина. В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов Российской Федерации. Из них 80 проектов победителей из 46 субъектов страны получат финансирование из федерального бюджета – от 40 до 85 миллионов рублей. Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей. По сравнению с теми работами, что там предстоят, деньги, которые получил Дербент, небольшие. Однако, начало там положено, и они будут там очень даже в кассу. И что самое приятное, можно быть уверенным, что эти деньги не будут разворованы. Вы смотрели проект «Черным по белому» и «Велву». Я – ваш Раб Драхманов. Всего доброго.